Скажите им правду, скажите им правду про такие акции. Скажите им правду про эту конкретную акцию, что их развели, что выгоду от этого получили совершенно не те люди. А доводы, которые приводят, что это, какая в этом была польза, мол, там палестинцы поблагодарили, палестинцы газы благодарны за эту акцию. Палестинцы газы благодарны Кадырову за то, что он им в гуманитарку отправил. Что теперь? Назовем Кадырова львом этой уммы? Назовем его героем ислама? А это, кстати, реальная польза. Гуманитарка, она реально им нужна, в отличие от погромов в Махачкаринском аэропорту. Понимаете, как получается? Тумсо, почему ты высказался по поводу инцидента в Дагестанском аэропорту, если не было ничего хорошего сказать? Ты нес чушь про антисемитизм, хотя мог бы их оправдать, сказав, что не хочешь комментировать. Смотрите, да, конечно, можно вот так вот просто закрыться, сказать, я не хочу комментировать. И будет ли это правильно? Если никто не скажет правильного, когда все говорят неправильно, то будет ли... Зачем это вообще в принципе вести деятельность, понимаете? Я хочу вернуться вот к этой теме и немножко разобрать ее. Хочу сразу же в самом начале указать на то, что и тогда, когда я об этом говорил, в этом ведь не было каких-то упреков. Это была насыха, это напоминание. Просто людям... Дать людям задуматься. Но вместо этого мы видим, что люди не хотят об этом думать, а больше всего возмущают, конечно, различные деятели в кондурах, которые говорят от имени ислама, которые от имени ислама эти вещи не просто оправдывают, а героизируют. Смотрите, давайте сначала определим, что такое оправдать и что такое поддержать, героизировать. Это абсолютно разные вещи. Я не сказал ничего неоправдывающего. Я готов оправдать любого человека, кто ошибся. Если этот человек признает, что он ошибся, то как можно его не оправдать? Но другое дело поддержать и тем более героизировать сам поступок, понимаете? Поступок может быть неправильным. Человек может поступить неправильно. При этом можно оправдать самого человека. Сказать, что он поступил неправильно. Но мы оправдаем его, потому что были вот такие обстоятельства, контекст ситуации был вот такой. Поэтому мы этого человека оправдываем. Но сам поступок, мы говорим, неправильный. Мы этот поступок не оправдываем. И мы людей предостерегаем от того, чтобы они повторили такой поступок. Это оправдание. А когда ты говоришь, когда ты поддерживаешь и тем более героизируешь, то это не оправдание. Это поддержка самого поступка. Сказать, что это правильно, что именно так и надо поступать. И если так поступить, то ты будешь героем ислама, героем умы, как говорят эти ребята в кондурах. Давайте приведем пример. Шамиль Басаев, да помилует его Всевышний Аллах и история с Бесланом, захватом заложников детей в школе. Мы оправдываем Шамиля. Но этот поступок, сам поступок, не поддерживает. Понимаете разницу? Там были захвачены в заложники дети. В результате этого захвата Путин убил этих детей, многих из этих детей. Дети погибли, понимаете? Причиной их гибели, конечно, непосредственным убийцей был Путин, был российский спецназ. Но случилось это по причине того, что эти дети, их жизнь была подвергнута опасности. Они были взяты в заложники. Вот теперь ситуация. Шамиль взял на себя ответственность за захват этих заложников детей. И вот смотрите, прибой, пример того, как мы разделяем между оправданием человека, его поступка, или поддержкой этого конкретного действия. Мы говорим, Шамиль ошибся. И в контексте всех его заслуг, его намерений, мы говорим, мы этого человека, мы оправдываем его действия. И он для нас герой, и мы его любим, и делаем за него дуа. Но этот поступок мы не оправдываем. И мы людей ни в коем случае не призываем совершать подобное. И мы говорим, что захватить детей в заложники, захватив детей в заложники, ты не станешь героем умы, ты не станешь защитником ислама, понимаете? Ты совершишь преступление. При этом совершившее преступление, может быть, будет оправдан в результате каких-то сопутствующих условий. То есть, в контексте каких-то событий, понимаете? Конкретного человека. И либо мы, может, его простим за то, что он сделал это конкретно, но этот поступок, мы его не примем. Мы его не оправдаем. Вот здесь произошло то же самое. И меня возмущает то, что люди пытаются, уже когда они видят, что это был развод, что это была провокация, что кто-то на этом получил какие-то свои баллы, добился того, что он хотел, что он использовал людей, обманул их, и они повелись на этот обман. Когда это все видно, ясно, что не было никаких беженцев из Израиля, что это все мулька, что это звучит даже абсурдно. Когда это все понятно, люди пытаются сохранить хорошую и красивую мину при плохой игре. Зачем? Почему этим ребятам в кондурах не сказать, как есть? Почему им? Зачем нужно героизировать это? Говорить, что сам поступок правильный, что вы львы ислама, вы герои уммы. Зачем это делать? Если можно сказать, да, братья, субханаллах, нас развели. Так получилось, что какие-то провокаторы, кто-то обманул, пустил эту дезу, дезинформацию про каких-то беженцев. В итоге получилось то, что получилось. Ни в коем случае нам теперь, в следующий раз нам нужно быть бдительными. Ни в коем случае нельзя вестись на такие провокации. Оправдай их, скажи, да, они ошиблись, их обманули из-за своего порыва, из-за того, что были эмоции, они на это повелись. Мы их, скажи, оправдываем, но этот поступок неправильный. И мы, иншаллах, в следующий раз мы будем бдительными. Мы будем следовать аяту Урана, если нечестивец принес тебе какую-то весть, весть разузнай. Ведь если бы там руководствовались этим аятом, никто не пошел бы в этот аэропорт. Люди подумали бы, какие, субханаллах, беженцы из Израиля. Беженцы из Израиля могут поехать в Париж, в Лондон, в Берлин, в Германию. Если весь Израиль 10 миллионов переедет, 10 миллионов немцев, своих граждан этнических, депортируют и примут их. У них нет другого выхода, потому что чувство вины перед евреем за Холокос. И вы думаете, в такой ситуации какие-то беженцы из Израиля поедут в Дагестан? Понимаете, просто это настолько сама по себе абсурдная была тема, которая, в принципе, была понятна, что это провокация. Но теперь, когда, ладно, если бы мы это говорили бы вначале, если бы мы говорили бы это неправда, и нам бы не поверили. Но сейчас-то все убедились, никаких беженцев Израиля в этом аэропорту не было. Ни одного гражданина Израиля там в итоге и не обнаружили. Что, каков итог этой акции? Разгромленный аэропорт, задетая честь мусульман, как, например, этого бедного узбека. Проблемы, которые создали обычным людям, у которых были планы, которые летели, прилетели, не могли выйти, не могли вылететь, не могли сесть, вынуждены были где-то садиться. То есть, дороги, какие-то транспортные узлы, это то, чем пользуются люди гражданские. Это не военные объекты. И какой-либо вред, причиненный этим, этой гражданской инфраструктуре, это вред людям. То есть, получилось, что причинили вред этим людям и причинили вред самим себе. Сейчас уже сто с лишним, по-моему, человек задержано. Кто-то из них там админициативкой отделается, кто-то получит серьезные какие-то наказания уголовные. Понимаете, какой результат? И вместо того, чтобы те, кто занимаются какими-то призывами, позиционируют себя как знающих в шариате, требующих знания проповедников и так далее. Вместо того, чтобы вот так обратиться к этой молодежи и наставить их, показать им все то, как это произошло, как их развели, как их обманули, как спровоцировали, и указать на то, чтобы больше такое не повторялось, вместо этого мы видим абсолютная поддержка, героизация этого поступка. Сейчас что должен человек, который вас смотрит и считает, что вы реально знающий, что к вам нужно прислушиваться, что он должен подумать? Он должен подумать, что, ага, если это львы уммы, львы ислама, если это защитники уммы, если это герои уммы, значит, надо сделать то же самое, пойти, надо пойти и на автовокзал там или на аэропорту где-то устроить погром, и ты станешь львом уммы. А что говорит ислам по этому поводу? О нападении на гражданскую инфраструктуру, которой пользуются прежде всего эти же мусульмане, живущие в этой республике. Они этим пользуются, они страдают от того, что там произойдет. Что об этом говорит ислам? Вместо того, чтобы вот так вот это разъяснить, мы видим абсолютно неправильную информацию, которую дают, неправильные наставления, которые дают этим ребятам. И все это, вот эта вот моя речь даже выставляется не как хотя бы альтернативное мнение. Вот смотрите, он же вроде бы не из ненависти, ведь я не знаю, насколько нужно быть неадекватным человеком, чтобы подозревать меня, например, послушать меня и подозревать меня в том, что я могу там сочувствовать или быть в этом вопросе на стороне Израиля, допустим. Ну понятно же, вопрос в Палестино-Израильский конфликт. Конечно, я всецело на стороне Палестины, конечно, Израиль там оккупант. Это же с самого начала, говорю, вот как только появилась эта тема, еще до того, как вот это обострение началось. Это же известная оппозиция. То есть это ведь не говорится из ненависти к ним. Это говорится, потому что это надо сказать, потому что это правда. Потому что если не сказать, что вас развели, то вы будете дальше разводиться, чтобы люди об этом подумали. И меня поражает то, что ребята в кондурах, которые должны больше меня бояться Всевышнего Аллаха, больше меня говорить слова истины, Когда на чашу, на одну сторону ложится хейт от их сторонников, если они скажут правду, слова истины и получат какое-то непонимание от них, и какая-то часть их возненавидит, может, на какой-то промежуток, пока они не врубятся, недалекая какая-то аудитория. Когда вот это лежит на одной стороне чаши весов, а на второй лежит страх перед Всевышним Аллахом, когда они выбирают вот это, когда у них перевешивают, когда в угоду недалекой аудитории они начинают говорить то, что ей угодно, а не то, что великим Всевышний Аллах, вот это меня удивляет. И очень печально. Очень жаль, что так происходит. Вместо того, чтобы вот привести это к этому, к тому, к чему это сейчас пришло, если бы вместо этого было бы сделано разъяснение от людей, к чьему мнению прислушиваются, возможно, сейчас были бы совершенно другие результаты этой истории. А сейчас мы имеем с вами плохие последствия. Вроде бы, с одной стороны, вы и героизировали эту тему, а с другой стороны, сейчас вот что вы будете делать с теми, кто тоже захотят стать такими же героями? И какой-нибудь там автовокзал, допустим, устроить погром, или на ЖТ вокзале погром. Вот они к вам обратятся и скажут, скажи, о, такой-то сын такого-то. Мы вот тут несколько человек, нас, мы решили тоже стать львами ислама, и хотим совершить нападение на какой-нибудь транспортный узел в Кизляре, например. Мы хотим вот там погром устроить, искать там евреев. Скажи, пожалуйста, что ты об этом думаешь? Вот какой будет ответ этим людям? Ведь наверняка, я надеюсь, вы начнете отговаривать, вы скажете, такое делать нельзя, нападать на гражданскую инфраструктуру запрещено. А они у вас спросят, как так? А вы же говорили, что это геройство, что напав на аэропорт, устроив там погром, ища там евреев, которых априори там быть не может, подозревая узбека в том, что он еврей, матеряя его, посягая на его честь, создавая проблемы тысячам людей, которые пользуются этим транспортным узлом. Вы же говорили, что так можно стать героем уммы. Вот они вам это скажут, что вы на это им ответите? Я надеюсь, что все-таки люди осознают свои ошибки. И если вы это сделаете, я обещаю вам, я не намерен вас упрекать, мне это неинтересно. Просто от этого вам же будет благо. И вы перед этими людьми будете честны. Сделайте это. Скажите им правду, скажите им правду про такие акции. Скажите им правду про эту конкретную акцию, что их развели, что выгоду от этого получили совершенно не те люди. А доводы, которые приводят, что это, какая в этом была польза, мол, там палестинцы поблагодарили, палестинцы газы благодарны за эту акцию. Палестинцы газы благодарны Кадырову за то, что он им гуманитарку отправил. Что теперь, назовем Кадырова львом этой уммы? Назовем его героем ислама. А это, кстати, реальная польза. Гуманитарка, она реально им нужна, в отличие от погромов в Махачкаринском аэропорту. Понимаете, как получается? Если польза, это благодарность палестинцев, то она работает и против вас. Она бывает направлена и в отношении врагов Аллаха, врагов ислама, врагов этой уммы. Поэтому давайте все-таки остудим, перестанем искать для себя вот эти вот оправдания и скажем, как есть в шариате. Что об этом говорит ислам? Ислам порицает это? Нападение на гражданскую инфраструктуру, ислам порицает это или нет? Вот так вот поставьте вопрос, дайте. Если вам по отдельности задавать эти вопросы, вы же будете на них давать ответы. А когда вот так вот в купе вам он приходит, вы начинаете не просто оправдывать, а поддерживать это. Оправдайте, я не против, оправдайте этих ребят. Но сам поступок оправдать нельзя, сам поступок поддержать нельзя, тем более нельзя его героизировать. Это то, что касается вообще в принципе самого инцидента нападения на гражданскую инфраструктуру. Но есть еще люди, которые пытаются аргументировать это тем, что якобы вот евреи, они свои априот, точнее израильтяне, проживающие в Израиле, либо являющиеся гражданами Израиля, в априоре не могут быть мирными, каждый из них является объектом нападения. Ребята, вы понимаете, что эта логика работает против вас же, самих? Смотрите, возьмем, попробуем на аналогии подойти вот к этой теме. Изнасилование. Изнасилование в своей основе является мерзким поступком и преступлением для меня. И я думаю, что для большинства нормальных, адекватных людей. В принципе, понимаете, без вообще разбирательства того, кто и кого, если это происходит, если происходит насильственный акт в отношении кого-то, это является мерзким преступлением. Тот, кто совершает его, является мразью. Вот у меня такое убеждение. Исходя из этого убеждения, когда я получаю информацию, что Буданов изнасиловал чеченскую девушку и убил, я даже не, мне не нужно в этой ситуации понимать, кого он изнасиловал. Чеченка она, не чеченка, понимаете? То есть, он для меня мразью стал не потому, что он чеченку изнасиловал, хотя это, конечно, безусловно, для меня больнее. Это отягчающее обстоятельство. Но он был бы для меня такой же мразью, если бы он изнасиловал русскую девушку или кого-то другого. Неважно, понимаете? Потому что сам этот акт, само действие является мерзким преступлением. Но у меня просто возникали раньше споры с некоторыми сторонниками ИГИЛ, которые изнасилование езидок не просто оправдывали, считали это дозволенным, называя их наложницами, что якобы ислам это дозволяет. Все это возвращая к 5-6 веку, когда во время войн было еще рабовладельчество, реально победители брали в рабство тех, ну, жен, там, детей покоренных и они становились недозволенными и они это все применяли туда и говорили, что сегодня мы тоже, мол, вот эти вот езидские женщины являются там нашими наложницами и то, что они в отношении не делают, это не изнасилование, якобы, понимаете? И таким людям я задавал вопрос, а вот Буданов, он мразь и преступник? Конечно. А почему? Если вы дозволяете это в отношении себя, вы говорите, что это можно, то почему вы в отношении него это не дозволяете? Ведь правило не работает в одну сторону. Тогда, в средние века, вот когда это все было принято, это работало и в ту, и в эту сторону. Когда враг побеждал, он наших также уводил в рабство, и они тоже там становились, они делали с ними что захотят, понимаете? И тогда за то, что они это сделали, за сам поступок они мразями не становились, понимаете? С ними, если с ними заключался мир, то само то действие, которое было ими совершено в период войны, за это с ними уже не враждовали, понимаете? Потому что сам поступок не был запретным. А сейчас он стал, сейчас он запретен, потому что это правило все рабоводечество изжито, и если ты себе это позволяешь, то ты должен понимать, что и в отношении тебя будут то же самое позволять. Имейте в виду, я не говорю, что в исламе что-то изменилось, я говорю, что из соображений пользы и вреда многие вещи, даже если они когда-то, например, были в порядке вещей, и это считалось как минимум моббах, то в контексте других событий это может оказаться уже запретным, харам, потому что это приводит к, это открывает двери к другому запретному, это известное правило в шариате, то есть вещь какая-то, если дверь, например, на своей основе дозволена, но если ты ее откроешь и это приведет к запретному, то ладжи вам обязательно является закрыть эту дверь и не открывать ее. Поэтому это такой вопрос. И вот к чему я хочу подойти. Для тех, для кого сам поступок изнасилования не является мерзким преступлением, а преступником Буданов стал только потому, что изнасиловал именно чеченку или мусульманку, только поэтому он преступник, то они не должны возмущаться, когда то же самое делают в отношении них. Вот теперь возвращаемся к истории с аэропортом и вот этим доводом, что любой израильтянин своей основой является объектом для нападения, они там служат, они что-то там, что-то, они поддерживают, голосуют, платят налоги. Смотрите, ребята, если вы вот такой подход делаете в отношении них, то вы не должны возмущаться, когда вы обратно получаете такой же подход. Вот для меня мирный, мирный человек, который не держит в руках оружие, не сражается или не помогает этому человеку сражаться, а просто носит у себя в кармане паспорт израильский, для меня не является объектом для нападения, для меня гражданский человек, который чья безопасность гарантирована. Но если вы считаете, что нет, в отношении него действует правило войны, потому что он то, он все, он помогает, он платит, он служит, то когда они по такому же принципу бомбят жителей газы, вы не можете назвать это преступлением, потому что вы хотите делать в отношении них то же самое. И вы не делаете это только лишь потому, что у вас нет этой возможности. Понимаете? Поэтому нам надо с вами понять, что правила не могут работать в отношении одних и не работать в отношении других. Если мы с вами их принимаем в отношении себя, мы должны распространять и в отношении других. Такова справедливость. Ну и последнее. Меня порадовал довод в отношении Салахуддина Аль-Айуби. Почему-то его привели в довод против меня, хотя на самом деле это довод против них сами. Мне сказали вот, мол, Салахуддин Аль-Айуби он воевал и так далее, он освобождал и что якобы вражда, то есть это все приводится к тому, что вражда с ними это там основа чуть ли ислама. Я понимаю, я с этим не спорю, смотрите, что значит вражда. Есть, конечно, идеологическая вражда, противостояние, конечно, они считают, что они там на истине, мы утверждаем, что мы на истине, и это будет до судного дня, это понятно. Но вражда на поле боя и дозволение крови конкретного человека, это другая вещь. И вражда идеологическая не дозволяет тебе кровь невинных людей. Когда пророк оказался на поле боя и увидел там убитую женщину, это была женщина не из числа мусульман, и с ней была идеологическая вражда, но он сказал, она не для этого, она была не для того, что она не была объектом нападения, понимаете. И вот Салахуддин Аляюбе это это как раз очень хороший пример против этих людей. Салахуддин Аляюбе, когда покорил Иерусалим, я исследую вашей логике, он должен был всех казнить, всех людей, ведь если все они являются объектами нападения, он должен был их всех казнить, но он их всех помиловал, помиловал, и всех, кто хотел уйти за какой-то там мизерный символическую, за символическую сумму, не 50 тысяч долларов, меньше, реально за какую-то символическую сумму, он их всех освободил, то есть позволил этим людям уйти. Представляете? Вот сейчас можно было бы на эмоциях по Салахуддину Аляюбе пройтись, называть его лицемером, сказать, что он вообще против основ ислама пошел, с ними же враждовать надо, надо оказывается их всех убивать, понимаете? Насколько это неправильное понимание? Я могу понять людей, которые принимают на свои головы бомбы, и зачастую, да, они руководствуются эмоциями, они только что похоронили близких людей, и когда они что-то такое очень радикальное эмоции говорят или делают, язык не поворачивается, им что-то об этом говорить, но когда люди, которые в принципе должны трезво, холодно к этому подходить, оценивать это все, и конечно же не давать себя обманывать, когда они так начинают рассуждать, то это, ну невозможно этому не возразить. в общем, я еще раз хочу напоминание сделать братьям, подумайте хорошо об этом, подумайте о том, что произошло, подумайте, кто от этого выиграл, кстати, по поводу выиграл, сейчас в мире мы видим очень такой серьезный хейт в адрес Израиля, и поддержку Палестины. Вы задумайтесь над тем, почему мы это видим, почему сейчас мир повально поддерживает Палестину, люди, обычные люди, не мусульмане, люди, которые в своей априори не мусульмане, которые сочувствуют, мы-то ладно с вами, мы с вами сочувствуем палестинцам, потому что это наши братья-мусульмане, но этот мир и западные, и большинство не мусульманских стран, они не по этому фактору сочувствуют палестинцам, не по этому их поддерживают. Вы думали о том, почему это происходит? Это происходит потому, что палестинцы жертвы. Так устроена психология. Когда 7 октября Хамас напал, совершил атаку, и распространились кадры убийства мирных израильтян, весь этот мир моментально отреагировал сочувствием к израильтянам. Моментально. И если бы у израильских руководителей хватило бы мозгов, и в том числе они пошли бы на само пожертвование, в плане, что, конечно, они бы моментально слетели бы, конечно, израильтяне требовали бы возмездия, и не сделав это, они бы, конечно, потеряли свои должности, но они бы не выглядели в этом мире сегодня агрессорами, если бы они там не стали повально бомбить газу. Вот этот вот, а вот эта реакция сочувствия этого мира, которая была в отношении Израиля, почему она перешла на сторону Палестины, только лишь потому, что Израиль начал беспрецедентные какие-то, безразбирательные бомбардировки газы. И вот люди, которые видели картинки убийства израильтян, они и сочувствовали, первая реакция была, как так, что это такое, конечно, сочувствие израильтяна, и когда резко эта картинка изменилась, люди стали видеть вытаскивающих из завалов детей огромное количество людей погибающих, когда, особенно дети, это вообще тяжелые кадры, понимаете, когда ты видишь ребенка мертвого или раненого с открытым переломом, в общем, очень тяжелые кадры, и сердца людей не могут этому не сочувствовать, большинство сердец людей, они ведь нормальные, и люди начали, понимаете, вот этот вот фокус сочувствия, который был на Израиле, он моментально переместился на Палестину, и люди стали поддерживать Палестину и осуждать Израиль, и вот теперь подумайте о том, вот эта провокация, кому она на пользу, кому нужно сейчас сместить снова этот фокус людей, сместить их с палестинцев на израильтян, кому нужно сделать жертвами не палестинцев, а израильтян, и какие действия помогают делать из израильтян жертвы, подумайте об этом, кому в итоге эта акция помогла, хорошо думайте, прежде чем что-то сделать, если сейчас сместить этот фокус, если вдруг этот мир решит, что жертвы не палестинцы, а израильтяне, то вопрос сравнения с землей, сравнивания с землей газы путем убийства всех жителей этой газы будет делом считанных недель, помните об этом, это ответственность сегодня ум, поэтому свои действия, все, что вы делаете или говорите, нужно обязательно взвешивать на весах пользы и вреда, и было бы очень хорошо, если бы люди, которые позиционируют себя знающими в этих вопросах, если бы они прежде всего это делали и не разжигали бы эти страсти, которые ведут к необдуманным поступкам, наоборот, их бы тушили, наоборот, призывали бы их к терпению, к собру, чтобы люди размышляли и не делали, не поддавались на провокации. В общем, мое искреннее наставление, моя просьба, мое пожелание с любовью к моим братьям и сестрам, с любовью, не с ненавистью, с любовью, с переживанием и сочувствием к нашим братьям и сестрам погибающим в Газе, быть более благоразумными, размышляющими и осторожными. Субтитры создавал DimaTorzok